Тема моего выступления, математики и математика, она, наверное, неисчерпаема. И здесь можно бесконечно варгировать эту тему, рассматривая те или иные аспекты математической науки, ее приложений. Точно так же можно бесконечно рассказывать о самых выдающихся представителей математики, о ее пионерах. Для того, чтобы как-то сосредоточиться и сделать, сузить тему, я решил все сконцентрировать на одном очень важном, ну, по крайней мере, для меня событии, которое произошло в этом году. Это 75-летие математического института Российской Академии Наук, который носит имя своего основателя, академика Стеклова. И, как бы, на фоне этого события я хочу рассказать об истории математических исследований в нашей стране, об истории нашего института, о его современном состоянии. Ну, и заодно мы с вами просуждаем на такую тему, а какое место в мире, какой уровень математических исследований составляют те исследования, которые проводятся в нашей стране, в частности, в Российской Академии Наук. Российская Академия Наук основана в 1724 году указом Петра I по совету знаменитого математика и одновременно очень известного философа Лебница. Лебница имел возможность обсуждать этот вопрос с Петром I несколько раз, и Петр в своем, как бы, указе воспроизвел основные идеи, которые высказал ему Лебница. А Московский университет основан в 1755 году. Разница, кстати сказать, совсем небольшая, чуть больше 30 лет. Математические исследования начались сразу же после основания Академии Наук, поскольку своих математиков не было, Московский университет и Мехмат как бы еще не существовали, то, естественно, пригласили на работу в Санкт-Петербург, в Академию зарубежных ученых. И среди них были приглашены два молодых человека, два брата, Николай и Даниил Бернули, из оба родом из Швейцарии, из Базеля. Логика такого приглашения, она на самом деле понятна. Значит, у Лебница, одним из любимых его учеников, математиков, был Иоганн Бернули. Но он имел очень хорошее место, очень хорошее положение в Базеле, в Базельском университете. И поэтому речь могла идти о приглашении на работу представителей как бы следующего поколения. И Петербург запросили, ну, кого они предпочитают, Николая или, может, более младшего, Даниила. И президент Академии наук Лаврентий Блюмин-Трост, он медик по образованию, недолго думал и пригласил и Николая, и Бернули. Старший брат Николай, ему было 30 лет, он занял кафедру математики, а младший, Даниил, 25-летний молодой человек, занял кафедру физиологии, ну, поскольку кафедра математики уже занята. Сам Даниил готовился к карьере математика под руководством своего отца и даже больше, вот, брата Николая. Но интересовался физикой, ну, и немного физиологией, правда, в той части, которая относилась, скорее, может быть, больше к физике. Его интересовала, в частности, проблема кровообращения. Ну, это, собственно, гидродинамические проблемы. И чуть позже я скажу, как это все потом вылилось в работах Даниила. Кстати, математикам в ту пору в Академии наук платили больше всего, больше всех. Значит, оклад математики Николая составлял 1200 рублей в год, очень большая сумма по тем временам. Физикам платили 1000 рублей, а физиологам вот только 800. Ну, к сожалению, Николай, так получилось, заболел и скончался через год после приезда в Петербург. Даниил остался один, и он занял его кафедру и стал, как бы, профессиональным математиком в нашей Академии. Даниил проработал 8 лет, опубликовал около 50 работ, в частности, книгу, монографию, ядродинамика. Это первое сочинение, такое масштабное, крупное, о гидродинамике. Даниил вывел основное уравнение гидродинамики, получил следствие, то, что сейчас называется законом Бернули, и входит во все учебники физики и в средней школе тоже. Даниил писал своему отцу. Прежде я напомню, что, собственно, Академия наук была образована через 20 лет после того, как, собственно, начал строиться Санкт-Петербург. И поэтому можно себе представить, что город того времени совсем еще был не похож на нынешний город, красавец и жемчужина, может быть, среди всех городов нашей России. И вот Даниил писал своему отцу Иоганну. Вот, отец, ты порекомендовал мне поехать в Россию, в Петербург. Но ты знаешь, здесь и сыро, и холодно, и скучно. На что Иоганн ему писал. Да, сын. Наверное, это правильно. Наверное, в Петербурге и холодно, и скучно. Но, говорит, вряд ли найдется в Европе еще такое место, где так любят и уважают науку, и так хорошо за нее платят. Ну, действительно, сейчас, наверное, увы, мы, может быть, не можем похвастаться тем, что у нас в стране так уж любят науку и так хорошо оплачивают труд ученых. Ну, правда, в последнее время ситуация меняется к лучшему. Я надеюсь, что те молодые люди, которые здесь сидят, смогут найти себе очень хорошие, так сказать, позиции, в том числе в нашей Академии наук. И, может быть, забегая немного вперед, скажу, что, может быть, и некоторые из вас придут потом работать и в наш математический институт. Даниил Бернули потом вернулся в Базель. Кстати, интересно отметить, что он получил в Базельском университете кафедру экспериментальной физики. Тем самым я хочу обратить ваше внимание, что вот разделение на науки в то время, да, зачастую и сейчас, носит такой условный характер. Даниил Бернули был, безусловно, прекрасным математиком, но также хорошо и профессионально разбирался в вопросах физики, в том числе экспериментальной. Одно из его основных, может быть, организационных успехов в нашей Академии, это то, что он настоял на приглашении, на приглашение на работу в нашу Академию Леонардо Эйлера, тогда еще совсем молодого человека, который прославил не только российскую науку, российскую математику, собственно, по большому счету, можно сказать, что он ее и создал, но и мировую математику. Леонард Эйлер прибыл в Петербург 19-летним молодым человеком. В 1727 году, я почему этот год называю, это год смерти Ньютона, так, чтобы было понятно, понятно эти события, как бы на шкале, на шкале времени. Кафедра математики была занята, и, собственно, Леонард Эйлер занял снова кафедру физиологии, но недолго пробыл в должности физиолога, потом перешел работать на кафедру физики, а потом, после отъезда из Петербурга Даниэла Бернули, перешел работать, как бы, сосредоточился на математике. Леонард Эйлер проработал вначале, вот после своего приезда в Петербург 14 лет непрерывно в Петербурге, потом его, когда ситуация, политическая обстановка в России, Анна Иоанновна пришла к власти и стала не очень стабильной. Он поддался на уговоры и приглашение переехать на работу в Берлинскую Академию Наук и проработал в Берлине 25 лет, а затем, наоборот, его Екатерина II уговаривала, лично, так сказать, принимая в этом участие, снова вернуться в Россию и после уговоров и некоторых очень лестных предложений, в том числе по платье по должностному окладу, Леонард Эйлер вернулся в Россию и еще 17 лет проработал в Петербурге. Он и умер вот в Питере, там и похоронен. Леонард Эйлер – это такой безусловный гений математической науки, один из ее великих пионеров, и он одинаково успешно работал в самых абстрактных областях математики, скажем, теории чисел, и также успешно работал в ее приложениях, если мы возьмем механику, многие разделы физики. Вот в первые 14 лет он опубликовал в трудах Санкт-Петербургской Академии Наук 50 научных статей, а после того, как вернулся и последние годы, он опубликовал, продиктовал 400 научных статей. Его активность возрастала со временем, это удивительно. Обычно жизнь устроена как бы у нормальных людей, значит, постепенно эта активность нарастает, потом где-то в какой-то момент пик наступает, ну а потом, значит, происходит спад. И еще следует иметь в виду, что Эйлер, когда вернулся, он практически уже ничего не видел, ослеп, и, видимо, причина этого – чрезвычайно большой объем вычислений, которые он проводил еще в молодости. И, видимо, перенапряжение сказалось на то, что на его здоровье, что сначала один глаз, так сказать, не удалось спасти, он перестал видеть, а потом он ослеп и вообще почти ничего не видел. И удивительно, что его активность, его творческая активность продолжала возрастать. Стало быть, все вычисления он проводил сначала в уме, и потом только диктовал уже окончательные результаты своим секретарям. И уже после его смерти еще долгие годы журналы Санкт-Петербургской Академии Наук были заполнены его посмертными публикациями. Леонард Эйлер был очень уважаемым математиком и ученым. Его очень неохотно отпускали из Берлина. Ну вот, интересный такой эпизод, может быть, из его жизни.